Налоговый вычет. Все, что нужно знать о праве на получение имущественного вычета. Сколько денег можно вернуть? Как получить вычет по процентам с ипотеки? Каждый работающий гражданин при покупке квартиры, дома или земельного участка может вернуть часть денег в размере уплаченного НДФЛ. Это установлено 220-й статьей Налогового кодекса. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а мы переходим к теме видео. Условия для получения вычета. Обращаю ваше внимание, при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц, супруга, детей, родителей, братьев, сестер, работодателя и тому подобного, вычет не предоставит. Сколько же денег можно вернуть? В общей сумме можно вернуть до 13% от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 миллиона рублей. То есть вернуть можно максимум 260 тысяч рублей. 2 миллиона умножаем на 13%. Важный момент. За год можно вернуть только ту сумму налога, которую уплатили в бюджет. Ее можно посмотреть в справке 2НДФЛ или на официальном сайте налоговой инспекции. Ссылку на него вы найдете в описании к видео. При этом возвращать налог можно в течение нескольких лет, до тех пор, пока не вернете всю положенную сумму целиком. Вернуть НДФЛ можно не более, чем за 3 последних года. Например, если квартира куплена в 2019 году, а на вычет вы еще не подавали, то в 2022 году можно вернуть себе налог за 2021, 2020 и 2019 годы. Пишите в комментариях, воспользуетесь ли вы таким правом. Ну а мы идем дальше. Об однократности вычета. По жилью, приобретенному до 1 января 2014 года, воспользоваться имущественным вычетом можно только один раз в жизни. При этом стоимость покупки значения не имеет. А вот при покупке жилья после 1 января 2014 года, имущественным вычетом можно воспользоваться несколько раз, но максимальный размер вычета 2 миллиона рублей. Это значит, если гражданин купил в 2014 году квартиру за 1,5 миллиона рублей и получил вычет, то при покупке жилья в будущем за ним сохранено право вычета на сумму 500 тысяч рублей. Обращаю внимание, если по жилью, приобретенному до 1 января 2014 года, получен только основной вычет, то можно получить налоговый вычет по процентам при покупке нового жилья в ипотеку. Ну а мы переходим к следующему. Как получают вычет по процентам с ипотеки? Если жилье куплено в ипотеку до 1 января 2014 года, то НДФЛ с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере без ограничений. А с 1 января 2014 года вычет по процентам ограничен суммой в 3 миллиона рублей. То есть вернуть с ипотечных процентов можно максимум 390 тысяч рублей. 3 миллиона умножаем на 13. Кроме того, если жилье приобретено после 1 января 2014 года с супругами в браке, то каждый из супруг вправе претендовать на получение имущественного вычета, как основного, так и по процентам. Например, супруги в 2019 году купили квартиру в ипотеку за 5 миллионов рублей. Согласно статье 220 Налогового кодекса, каждый из супругов вправе получить по 260 тысяч рублей. Вычет по процентам могут получить либо оба, либо один из супругов, составив при этом заявление о распределении имущественного вычета по процентам. Движемся дальше. Имущественный налоговый вычет на проценты по ипотечному кредиту. Вопрос. Можно ли воспользоваться имущественным налоговым вычетом при оформлении ипотечного кредита на новую недвижимость? При этом ранее вычет был использован по предыдущему ипотечному кредиту, но лимит в 3 миллиона рублей по вычету не был использован в полном объеме. В налоговой инспекции заверяют, что данный вычет привязывается к объекту недвижимости, а не к лимиту вычета. Так ли это? Давайте разберемся в этой ситуации. Еще раз. По общему правилу, при приобретении жилья или земельного участка размер вычета состоит 2 миллиона рублей. При оплате процентов по займу на приобретение недвижимости в ипотеку размер вычета составляет 3 миллиона рублей. Для получения вычета необходимо предоставить документы, подтверждающие право на получение имущественного налогового вычета. Это договор кредита, а также документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщикам в погашение процентов. Пункт 4 статьи 220 Налогового кодекса. Отвечаю на поставленный выше вопрос. Если вычет в размере 2 миллиона рублей не выбран в полном объеме, остаток может быть перенесен на будущие периоды при приобретении следующего имущества. При этом не возникает права на самостоятельное получение вычета по процентам при отсутствии права на получение основной суммы вычета, даже если сумма не выбрана в полном объеме. Таким образом, вычет по процентам привязан не к объекту недвижимости, а к сумме вычета. Если основной вычет в 2 миллиона рублей выбран, то самостоятельного права на вычет по процентам не возникает. Если же есть остаток вычета по основной сумме, то есть право и на вычет по процентам. Ну а мы переходим к условиям получения имущества налогового вычета. Обязательными условиями получения вычета по расходам на погашение процентов по ипотечному кредиту являются 1. Целевое назначение кредита. Это значит, что кредитный договор должен содержать условия о расходовании выданного кредита, исключительно на строительство или приобретение жилой недвижимости, земельного участка под жилье или долю в них. Когда такое условие из договора не усматривается, имущественный вычет не предоставляется. 2. Наличие документов на недвижимость. 1. Копия кредитного договора. 2. Документы, подтверждающие оплату вами денежных средств погашения процентов по кредиту. Например, справка из банка о размере уплаченных процентов по кредиту, банковские выписки о перечислении денег со счета заемщика на кредитный счет, квитанция к приходно-кассовым ордерам в случае внесения платежей в кассу кредитной организации. Плавно переходим к размеру имущественного налогового вычета. Итак, вычет предоставляется в сумме фактически уплаченных процентов. Норму закона видите сейчас на экране. 1. По целевым займам, полученным до 2014 года, а также по кредитам, полученным в целях их рефинансирования, без ограничения размера. 2. По целевым займам, полученным начиная с 1 января 2014 года, а также по кредитам, полученным в целях их рефинансирования, не более предельные суммы 3 миллиона рублей то есть вернуть из бюджета вы можете не более 390 тысяч рублей обычно за один к налоговый период а это как известно календарный год получается использовать только часть имущественного вычета не использование остаток имущественного вычета вы вправе перенести на последующие годы ограничений по сроку использования нет данные вычета вы можете использовать только в отношении одного объекта недвижимости повторное предоставление вычета не допускается идем дальше порядок получения имущества налогового вычета вам нужно обратиться первое в электронной форме в частности через единый государственный портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика второе в бумажной форме непосредственно в налоговый орган или через мфц лично или через представителя 4 почтовым отправлением с описью вложения почты россии также предусмотрен упрощенный порядок получения вычетов который может применяться если право на вычет возникло с 1 января 2020 года при наличии в налоговом органе необходимых сведений полученных в рамках информационного обмена информация о поступлении таких сведений в форме специального сообщение размещается в личном кабинете налогоплательщика в случае наличия у вас права на получение налогового вычета в личном кабинете налогоплательщика будет размещено предзаполненное налоговым органом заявление вычет в упрощенном порядке предоставляется на основании такого заявления предоставлено по окончании года через личный кабинет налогоплательщика ссылку на официальный сайт Федеральной налоговой службы мы оставим в описании к видео. Друзья, пишите ваше мнение по теме в комментариях, подписывайтесь на наш Дзен канал, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!